Оксана Ушакова, инструктор по физической культуре детского сада номер 71, уже 11 лет преподает детям свой предмет. За годы работы появились свои собственные методики и разработки, которыми инструктор с удовольствием делится со своими коллегами. Эффективность гендерного подхода в физическом развитии дошкольников – так звучала тема открытого урока. По этой системе Оксана работает уже давно. Мы занимаемся этой проблемой уже не первый год. И сегодня показываем занятия на район. И первое занятие у нас будет необычное. У нас будут маленькие детки заниматься с большими детьми. В детском саду номер 71 все направлено на всестороннее развитие ребенка. И немаловажным фактором является помощь старшего. Для этого воспитатели проводят совместные занятия детей старших и младших групп. Это возможность приучить детей не только правильно все выполнять, но и помогать, сопереживать своему маленькому другу. А для малышей старшие всегда пример. Именно поэтому часто уроки по физической культуре проводятся именно так. Разновозрастные дети бывают даже и в группе. Почему? Потому что, сами понимаете, мест в детских садах не хватает. А то, что именно совместили младших детей со старшими детьми, это и обучение, и развитие. И, мне кажется, дети более тянутся к старшему возрасту и берут с них пример. Вторую часть открытого урока Оксана Ушакова посвятила двигательной активности с учетом гендерных особенностей детей 6-7 лет. Комплекс упражнений, который педагог разработала сама, понравился гостям. Кто-то из них возьмет его на вооружение. Видна работа. Сначала мы были скованы, а так как у нас каждый год периодически проходят открытые занятия, мероприятия, аттестации, потом у нас конкурсы различные проводят. Видна работа. Человек растет, продвигается. И, конечно, учиться, учиться можно у нее многому. Открытые уроки – это не только обмен опытом, это возможность и детям, и педагогу показать свои знания и умения, которые обязательно будут оценены по достоинству. Мария Шматкова, Дмитрий Цебулевский, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова